Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя в телесериале «Самое красивое». 26 серия. Стреляйте в него! Нет, нет! Говорю нет! Не стреляйте, со мной все в порядке! Все в порядке! Артура, он ранен. Он ранен. Посмотри, что ты со мной сделал. Ты думаешь, это стоило делать? Зачем? Ты считаешь, что это было нужно? Я понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Не делай глупостей. Тебя сейчас застрелят! Я знаю, что ты чувствуешь себя живым мертвецом. Со мной тоже так случилось. Женщина, которую я любил, меня отвергла. Таким способом ты ничего не уладишь. Ни ты, ни я ничего так не добьемся. Опусти оружие! Опусти оружие! Давай поговорим! Не смотри на то, что ты выглядишь человеком сильным. Тебе досталось жизни. Любовь в тебя высохла. Понимаешь, высохла. Да, Ванесса, да. Любовь высохла во мне. Но пусть так все и остается. Мы ведем прямой репортаж с места событий. Полицейский ранен, но он остается на крыше, пытаясь отговорить самоубийцу броситься вниз. Поразительно мужество этого полицейского. Несмотря на тяжелые ранения в плечо, он держится и пытается спасти жизнь этого человека. Посмотрите, посмотрите, он спасает его. Подождите. А не тот ли это самый полицейский, а? Да, похоже, это он. Ну, конечно, это полицейский Габриэллы. Габриэллы? Да что я такое говорю? Габриэллы. Знаешь, Эстер, я, честно говоря, не понимаю, что с тобой происходит. Но думаю, если тебя выпороть, все пройдет, дочка. Ну, конечно, только этого мне и не хватает в этом доме, потому что все остальное, все остальное со мной уже здесь произошло. Подожди, 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 у тебя нет никакого права так разговаривать с мамой. Если ты себя сдерживать не будешь, то тебе будет хуже. Знаешь, в чем дело, Марисоль? Хуже, чем здесь, мне уже никогда и нигде не будет. Понятно? Никогда и нигде. Я не понимаю, что с этой девчонкой. Она как с ума сошла. Эстер, мы всего лишь спрашиваем у тебя про человека, который тебя привел. Почему ты так? Что с тобой? Я вам уже сказала, я вам сказала, не лезьте больше в мою жизнь, потому что иначе вы сильно раскаетесь, очень сильно. Особенно ты, мама. Понятно тебе? Подожди, подожди, подожди. Что происходит? Должно быть что-то очень серьезное, потому что ты очень странно себя ведешь. Знаешь, ну говори. Вы хотите знать правду о том, что со мной? Вы хотите знать, да? Ну, хорошо. Вы знаете, почему я пришла домой с этим полицейским? Вы знаете, что со мной происходит, да? Знаете? А со мной происходит то, что я пошла сама в полицейский участок, чтобы разыскать там Артуру. А знаете, зачем? Вы хотите знать, да? Хотите? Так вот я вам скажу, потому что я хочу уйти из этого дома. Потому что я ухожу отсюда, вот так. Я ухожу, ухожу, понятно? Я больше не могу, не могу здесь быть. Этот тип ненормальный. В него стреляли, а он все еще там. Похоже, полицейский. Извините, сеньор, как его имя? Его зовут Артура Гонсалес. Его называют индейцем. Артура Гонсалес. Он ранен и все же стремится испасти жизнь этому человеку. А у него и имя есть? Ну, конечно, есть. Это называется безумие. И кроме того, что это безумие, его еще и на экране показывают. А сейчас мы берем интервью у этой девушки. Судя по всему, она родственница или жена одного из тех, кто сейчас на крыше. Сеньорита, скажите, пожалуйста, сеньорита, это для телевидения. Артуру, нет. Габриэлла. Артуру, нет. Запускайся. Ну, что такое? Все кончилось. Отдай мне оружие. Отдай оружие. Я не позволю тебе разбиться из-за женщины. Если хочешь, лучше убей меня. Нет, нет. Нет, не подходи. Ну, вот, вот. Дай мне сюда. Все хорошо, успокойся. Все будет в порядке. Договорились. Лопес. Все в порядке. Со мной все в порядке. Все хорошо. Все нормально. Лопес, все нормально. Артуру! Артуру! Нет Отпустите Артуру Пустите меня Допустите же Артуру 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 Что с ним? Это поразительно Наглядное доказательство того, что горожане не одни Есть люди, которые работают ради нас с вами Существуют такие люди, которые борются, рискуют своей жизнью за нас Полицейский Артуру Гонсалес Вот пример, к которому всякий живущий в обществе должен следовать А теперь давайте посмотрим, в каком состоянии находится этот герой А вдруг он умер Нет Нет, кто сказал Такого, как он и черт не берет С чего этому сумасшедшему умирать? Смотри на Габриэла Да, мы как Магдалина Конечно, я понимаю С таким популярным человеком, как этот полицейский Любая начнет себя так вести Нам сообщили, что полицейский Артуру Гонсалес находится без сознания В настоящий момент мы не можем вам сообщить о его состоянии здоровья Но мы уверены, что сейчас вся страна молится за его жизнь Уйдите Прошу вас Ну хорошо, Эстер Ну почему ты хочешь уйти? Почему? Что мы тебе сделали? Мы с тобой иногда ругались, но ведь это не причина для того, чтобы все так драматизировать Прошу тебя, скажи, что с тобой? Почему ты хочешь уйти? Ну хорошо, давай спокойно все обсудим Послушай, Эстер Подойди сюда, доченька Послушай Ты что, правда хочешь уйти от меня? Ну почему, доченька? Мы же все тебя здесь любим Ты нам очень нужна, радость моя Ну послушай, мама, хватит телячьих нежностей Если Эстер хочет уйти, замечательно, пусть уходит Но пусть сначала скажет, почему? Почему? Почему ты хочешь уйти? Скажи Можешь сказать? Да, Миранда Ты не меняешься А я всегда попадаюсь на твою удочку Инспектор Линда Миранда Ты опять выиграла Синьор, скажите Вы понимаете, что из-за вас Артура Гонсалес рисковал своей жизнью И мог даже погибнуть Вы понимаете? Да, да, да Да, синьора, да Я не хотел Я не хотел Но дайте мне взглянуть на него Дайте на него посмотреть Я его убил Но я не убийца Знаете, я буду молить Бога, чтобы он спас его Чтобы он спас его Я всего лишь хотел, чтобы кто-нибудь обратил на меня внимание Это из-за этой суки я хотел покончить с собой Чтобы она сдохла Чтобы она сдохла Скажите, синьор Синьор Как видите, только что подъехала скорая помощь Действительно, это был мужественный поступок А теперь давайте снимем ее Она, наверное, жена или невеста Снимем ее крупным планом Быстрее Скорее, как он? Скорее Скорее же Прошу вас Комиссар, можно вопрос? Полицейский Артур Гонсалес был уволен из отдела, который вы возглавляете Уволен? Конечно Наш Артур? Неужели вы думаете, что мы можем выигнать нашего лучшего сотрудника? Ну что вы, пожалуйста Но нам стало известно прямо противоположное Ну, у нас тоже бывает проблема, как и везде Даже в лучших семьях возникает проблема А мы в нашем отделе все как большая семья Артур мне как старший сын Поймите Я вам говорю, мы как одна большая семья Спасибо Индейцы Индейцы, я с ним Я еду с ним Комиссар Спокойно, давайте по очереди Иначе я не смогу отвечать И действия полицейского И такова стратегия вашего отдела Нет, в нашем корпусе нет ничего запланированного Но все люди у нас такие Как Артур Гонсалес Индеец Он всегда вносит личную носу во все свои действия Этот человек мой лучший ученик Он мое творение Просто творение Комиссар А каково состояние Артур Гонсалеса? Как он? Нам это неизвестно пока Нужно ждать Нужно молить Бога, чтобы не было ничего серьезного Он честный, цельный Без всякого сомнения Он настоящий полицейский Настоящий Лучший Комиссар А что вы скажете про инспектора Артура Гонсалеса? Без сомнения Он один из лучших Он настоящий полицейский И что же? Ему оказывается и равных нет А? Пойдем, Миссандро Пойдем Ну уж нет Я его теперь всюду терпеть должен Ну конечно, ведь он супергерой Национальный герой Образец мужчины Нет, нет Ну хорошо Он ее друг Это правда Ей вообще любому станет жалко человека в таком состоянии Это я понять могу Но что-то она сильно плакала Не знаю, неужели Габриэла его любит? Неужели Габриэла любит этого ненормального? Конечно, он ненормальный Тебе надо идти в машину, хорошо? Она сейчас выйдет Ты меня понимаешь? Хорошо, Левша Я тебя там буду ждать Хорошо Левша, Левша Хорошо, что ты пришел Что случилось? Забери меня отсюда Прошу тебя, пожалуйста Да что случилось? Я хочу жить другой жизнью Знаешь, мне нужна другая обстановка Ну хорошо, успокойся Ну хорошо, я скажу вам Хорошо Потому что вы мне все надоели, понятно? Мне надоело, что мы живем здесь все в такой тесноте Мне надоело выстаивать в очереди, чтобы попасть в эту проклятую ванну Я устала спать в переполненной комнате Я хочу иметь свое собственное место, понятно? Свое Я устала постоянно на всех натыкаться Мы все здесь друг на друге сидим Я хочу быть собой, понимаете? С собой Я, которая не так красива и умна, как Габи Я, которая не настолько хороша, как ты, Марисоль Я, у которой нет призвания к вечному мученичеству, как у тебя, мама Потому что ты все свои годы только и делала, что искала мужчину А для чего? Скажи, для чего? Чтобы иметь детей? Детей и еще детей И чтобы тебя окружали грязные крысы А я хочу жить, понятно? Я хочу выбраться отсюда Хочу вдыхать другой воздух, не такой, каким мы дышим в этом доме Потому что здесь все провоняло луком и пивом Вы хотели это услышать? Да, хотели? Ну, так вот, получайте Теперь вы знаете, что со мной происходит? Знаете? И оставьте меня в покое Вот поэтому я хочу уйти отсюда Мне кажется, я понятно объяснила Я так больше не могу Не могу, понятно? Понятно Вот так дела У девочки переходный возраст Нет, мама Нет, здесь что-то еще Что-то еще более некрасивое У меня сейчас все в голове запуталось Но это плохо Плохо Бедняжка Эстер Традиция Ишинаби Это искусство ниндзя Другими словами мы будем защищаться от негодяев А, мы наденем черные костюмы и маски, как черепашки-ниндзя И будем прыгать по крышам, да? Как ниндзя? Не ниндзя, а семпай Теперь я ваш семпай, ваш учитель Привет Привет, Рубен Здорово, сестер Семпаем Нужно произносить семпай Ничего, понемногу научимся А, очень приятно Понимаю, но объясните получше Как это все, а? Как? А вот, посмотри, мы будем защищаться вот так Вот так, раз, раз, вот так вот Вот так Понял? А Ты только представь себе, он упал Этот ненормальный свалился Представляешь? И она это видела Теперь он герой Ну, конечно, конечно, уверена, она обожает героев Теперь эта глупая девчонка рядом с ним Помогает раздавать автографы Нет, Рикардо, хватит иронии Наверное, бедняга был совсем плох А ты над ним издеваешься Ну, хорошо, а кто его заставлял совершать такой безумие? Нужно быть совсем сумасшедшим Рикардо Что? Ты видел? Ну, ладно тебе, неужели ты не смотрел телевизор? Нет, дорогая, я не смотрю телевизор Я ненавижу телевидение Ненавижу сенсации Все, что призвано привлекать внимание Так ты скажи, ты видел или нет? Я не знаю, о чем ты и знать не хочу Лучше тебе уйти, а то я тебя выставлю Мне не хотелось бы этого делать Рикардо, это было так интересно Уже вся наша контура знает Ты представляешь? Этот полицейский Ну? Ну, друг Габи Он упал с карниза, когда пытался спасти одного самоубийцу Представляешь? Дорогой, это было так захватывающе Не может быть Этот человек, он настоящий герой Просто герой Каких я в жизни еще не встречала Это потрясающе Он так себя вел Доктор, скажите, как он? Извините, сеньорита, но сейчас я не могу сказать вам, как его состояние Он настолько плох? Скажите Мы проводим полное обследование и пока еще не можем сообщить окончательный результат Скажите, он пришел в сознание? Как он себя чувствует? Нет, он еще без сознания, но... А сейчас я вынужден оставить вас Мне нужно делать обход Артуру, Артуру Зачем тебе понадобилось это делать ради меня? Я виновата, это я Я виновата Артуру, ты сделал это ради меня Я знаю, ради меня Консуэло, открой! Ради Бога, что происходит? Успокойся Я уже иду, иду Ну, произошло несчастье Что случилось, дорогой кум? В Артуру стреляли Нет, как это? В Артуру? Нет, Боже мой, ради Бога, только не это Спаси и сохрани его Где Артуру? Где он? Где он еще? В госпитале Я даже не знаю, в каком он состоянии Мама, я должна быть там, я должна быть с ним Мама, мама! Но Эстер, Эстер, доченька Эстер, мы пойдем вместе Боже мой, что же это такое? Боже мой, что же это? Рикардо, да что с тобой? Ну, хорошо, я тебе сейчас все расскажу, послушай Это безумно интересно Этот тип, самоубийца, ранил его А он, представляешь, даже не дрогнул Какой храбрец, он его спас Ну все, все, уходи Уходи, уходи, сейчас же уходи Ну, Рикардо Уходи немедленно Ну, почему уходи, почему? Спасибо Черт возьми Ну, таких настоящих мужчин уже не осталось Он настоящий герой Он рисковал с собой ради других Идиот, а женщины обращают внимание только на сумасшедших На самом деле, нужно подвергать своей жизни риску, чтобы в тебя влюбились Я тоже способен с парашютом прыгнуть, лишь бы на меня внимание обродили Что я такое говорю? А кроме того, какой из него герой? Да никакой Подумаешь, спас какого-то самоубийца Это любой сумасшедший может сделать, даже я Нет, ладно, я нет, конечно Я, я не сумасшедший Если он умрет, организуем ему грандиозный похоронный кортеж Десять мотоциклистов впереди Конный кортеж и все такое Решено Я поговорю с командиром конного эскадрона О чем вы говорите, шеф? Артур еще жив, зачем торопиться? А ж демократия, я ведь это так говорю, на всякий случай Мало ли что Кажется, он пошевелился Да, он пошевелился Он приходит в себя, Лопес Артура, это я, Демокрасио Хотя бы один день Один свободный день Один день в неделю Мало ли он что-то говорит, наверное, эти его предсмертные слова Лопес, да что вы Да что вы говорите, не нужно торопиться Он приходит в сознание Свободный Это я, Демокрасио С тобой я прошел все Я прошел с тобой Я прошел с тобой Потому что ты сумасшедший Но надежный, ты надежный Говори громче Говори громче Тебя совсем не слышно, говори громче Слушай, внимательно, это могут быть его последние слова Лопес, дай мне послушать Ты Ты как напарник надежный Чтобы найти такого человека Как ты Нужно долго искать Очень долго Искать Искать И не сразу найдешь Не сразу Очень долго Искать И это я ему говорил Когда мы ехали в машине на вызов Нужно Много Времени Такие люди, как ты На улице Не валяются Не валяются Их надо искать На это может уйти Демо Я здесь Я здесь индейец Я с тобой, дружище Ты настоящий друг Ты друг Но когда ты начнешь пользоваться Дезодорантом И пьешь слишком много кофе Что он тебе сказал? Вот негодяй Жив еще Индеец Он жив Разве ты не видишь? Честно говоря, я ничего не понимаю В чем дело, Лопес? Ты разве не видишь? Он приходит в себя А что он мне только что сказал? Не знаю То ли бросаться из окна То ли заплакать То ли жизнь самоубийством кончить Но что правда, то правда Этот негодяй еще жив Да что с тобой? Ты не хочешь есть пирожное? Ты знаешь Оно напоминает мне Мою жизнь Сладкая Тягучая Прозрачная Моя мама ушла из дома Она решилась изменить свою жизнь И у меня тоже есть на это право А ты в этом уверена? А что правда, твоя мама ушла из дома? А это правда, что ты Хочешь поэкспериментировать Испытать что-то новое? Это правда? Да, да, правда И я хочу испытать что-нибудь новое И ты будешь моим учителем Конечно Знаешь Давай, до дна Это будет первый урок До дна Пей, пей Ой, Рикардо Подумай Подумай хорошенько Проанализируй все Ну скажи Почему тебя так волнует Что случилось с этим Артур? Ну конечно Потому что Габи была на месте происшествия И видела его А, верно И что же? Тебе-то какое до этого делать? Никакого Полагаю, она, как и многие другие женщины Сейчас создает клуб фанатов Этого ненормального полицейского А я тут Чтоб мне лопнуть Глупость какая-то, а? Дорогой, к тебе можно? Нет, нельзя Но если ты пришла, чтобы начать говорить со мной Об этом Супермене То сходи, расскажи про него кому-нибудь другому Супермен? О каком Супермене ты говоришь? Об этом самом Ты что, не слышала никогда? Тот, который летит быстрее пули Сильнее не зная чего Быстрее локомотива Не боится высоты Рикардо Ты мой супергерой Да? Да Он звучит неплохо Наверное, ты единственный, кто еще в своем уме в этой компании И разве я не заслуживаю за это приз? Нет, 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 послушай, Роксана Сейчас неподходящий момент Мы на работе, и кто-нибудь может нас увидеть Да? А когда-то тебя это не волновало? Роксана, послушай, мы знакомы с твоим мужем Пусть это больше тебя не беспокоит, мой дорогой Вчера я нашла решение всем проблемам Вчера? Да Вчера ты был великолепен Я? Великолепен? Что ты говоришь? Да Когда ты сказал мне Сказал Но потом ты хотела отказаться от своих слов Но ты их сказал Что я сказал? Что я сказал? Что я сказал? Ты этого хотела? Что? По твоей вине Артуру сейчас там, на больничной койке А может он вообще больше никогда с нее не встанет Так это я виновата в том, что случилось? Что это вы себе воображаете? Может быть вы и полицейский Но я терпеть подобное не намерена, понятно? Я это говорю не потому, что я полицейский, деточка Я говорю это как женщина Более того, как человек И у тебя нет никакого права Ну хорошо, хорошо, хватит Потише Потому что это больница, понятно? А почему вы говорите мне о правах? Какое у вас право обвинять меня в том, что делает Артуру? У вас нет никакого морального права меня в чем-то обвинять Потому что вы только недавно появились в жизни Артуру Ты не знаешь, что говоришь, деточка А вы не знаете, что делаете Вообще, что происходит? Почему столько агрессивности? Знаете, я люблю Артуру И всегда любила, понятно? И я не позволю, чтобы приходил кто-то и говорил мне Что так делать нельзя Понятно? Соизмеряй свои слова, Габриэла И вы тоже свои поступки Габи, Габи, Габи Как Артуру? Скажи мне, как он? Где он? Что с ним? Габи, что произошло? Да, ты мне сказал, дорогой Что тебя не волнует тот другой Что ты любишь меня Я тоже люблю тебя Я люблю тебя, Рикардо Вчера это было Вчера, я тебе сказал, вчера Да А все дело в количестве выпитого Знаешь, как это бывает? Не воспринимай это серьезно Все дело в выпивке Извиняюсь Магали мне сказал, чтобы я прошел Ну, все в порядке У Магали иногда сообразительность За ней гонится, она не убегает Садись, долгожданная Спасибо Роксана, можешь идти Ну, Рикардо, а как же наши модели? Эти модели все равно не пойдут Они ни на что не годятся Все Все, хватит Ну, Рикардо Все, 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 пока, пока Боже мой Я так рад тебя видеть Выпьешь что-нибудь? Ну, налей что-нибудь Ну, а сейчас Давай, рассказывай Послушай, ты не меняешься Я? Артуру Артуру Черт возьми Как ужасно видеть тебя на этой кровати Тебя чуть не убили, Артуру Эстер Меня убивали Но я еще жив Все, малышка, все Успокойся Ничего со мной не будет Такого, как я, и черт не берет Я пока Не собираюсь умирать А кроме того Ты думаешь Святой Петр Захочет, чтобы я у него там жил Ну, все, все Успокойся Ну, перестань Перестань плакать Я жив Жив, и все Я жив Я, Аби Да, Артура, привет Как ты, как ты себя чувствуешь? Не настолько плохо, как кажется Но не знаю Не знаю, что будет со мной дальше Не надо шутить так, Артуру Не шути, пожалуйста Давай еще выпьем, Левша Слушай, а тебе не кажется, что для первого раза и для первого урока ты слишком много выпила, а? Очень много Мне нужно еще Я хочу еще выпить Знаешь, давай перейдем ко второму уроку И что ты хочешь? Я хочу делать то же, что и все женщины Знаешь, я хочу, чтобы ты любил меня Как в кино Я хочу говорить те же слова, которые говорят все в кино Левша Сделай меня своей Но ты уверена, что этого хочешь? Спрашивай меня Ну хорошо Привет Ильяна, почему ты не говоришь мне, куда ты идешь? Перестань скрыть вещь Разве ты не понимаешь? Я должна знать А вдруг с тобой что-нибудь случится? Давай я пойду с тобой Я обязательно пойду Нет, я не хочу Я же уже сказала Ну как хочешь, а я пойду Я обязательно пойду с тобой Нет, Патрисия, нет Ты не моя тень И я к тебе не приклеенная И умирать ты будешь не со мной Так что оставь меня в покое, хорошо? И виноватый ты меня не заставишь себя чувствовать Послушай Я хочу выбраться из этого заточения Как любой нормальный человек Я хочу доказать себе и другим, что я еще жива Что я еще могу жить Что я женщина, понимаешь? Я живая женщина Поэтому я пойду одна Понятно? Добрый вечер Пожалуйста, сеньора Рауля Фрейтеса Возьми Спасибо Ты не знаешь все мои проблемы с Элианой С ее болезнью Да Знаешь, я не мог прийти Но мне столько нужно тебе рассказать Да неужели? У меня тоже проблемы Я прямо с ума схожу С папой даже поговорить нельзя Он как маньяк какой-то Мама тоже безумие совершила Ушла из дома Ну все плохо Правда Если подумаешь Нет Хорошо еще, что Патрисия и Элиана Как-то держат в руках дом Конечно, Элиана больна Это ужасно Ну рассказывай, рассказывай Мне так от всего этого тяжело Но рассказывай Да, что у меня огромные проблемы Для начала Нет, ты не представляешь, какие у меня проблемы Ты себе не представляешь Ты знаком с этой глупой девчонкой Да, ну конечно Откуда тебя знает Габриэла Грубер Теперь она помощница Федерико Линареса Заносчивая и глупая Она полна комплексов и ханжестей Она концептуальная дурочка Ну, должно быть, она очень красива Кто? Это серая мышь? Ай-яй-яй Уверена она больше, чем просто красива Нет Ну, это не так Сначала мне показалось, но Потом, когда я как следует ее рассмотрел У нее зеленые кошачьи глаза Обыкновенный рот Да, у нее вот так постоянно сдвинуты брони Она всегда так Скандалит Нос вздернутый, даже слишком Немного толстоват, слышишь? А зубы у нее Нет, ну, зубы Зубы у нее красивые Это лучшее, что в ней есть Улыбка у нее Ну, ничего особенного Но характер у нее, я тебе скажу Она Она все время По всякому поводу скандалит Рикардо, а как у нее фигура? А? Ай-я-я-я-я Это брат, но это я тебе скажу То немногое, что я смог увидеть Этого достаточно Думаю, любой икать перестанет Восхитительно Артура, зачем ты это сделал? Почему ты это сделал? Скажи Да потому что Это моя работа Мне за это платят Да, конечно Ну, послушай, Артура Я знаю, что ты ушел с работы Что ты уволился Это ты мне тоже должен объяснить, слышишь? Ну, скажи, почему ты ушел? Артура, я знаю Для тебя важнее всего быть полицейским Так почему ты решил уйти? Знаешь, Габи, усталость Усталость Мне надоело быть полицейским Нет, это неправда Это неправда Это из-за меня? Ну, скажи Прошу тебя Давай не будем об этом Как это? Как это не будем? Артуру Ты едва не выкинул свою жизнь на помойку А теперь говоришь, что ничего не стоит Что это все просто так? Мы же оба знаем, как это важно Извини, Габи Честно говоря, я вел себя, как Как ребенок Иногда я становлюсь таким Таким ребенком Скажи мне, это из-за меня? Ведь я же знаю Артуру И ты знаешь Я открыла кое-что для себя Я обнаружила, что ты очень важен для меня Габи Это правда Это действительно правда И мы с тобой могли бы Могли бы Этого я еще не знаю, Артуру Но я точно знаю, что ты часть моей жизни Понимаешь? И я ни за что на свете не хочу это потерять Не а лас дро газ Си а лавида